Весеннюю сессию Вятский парламент завершил в минувший четверг заключительным пленарным заседанием, работа которого началась с выступления представителей трех фракций на злободневные темы социально-экономического развития Вятского края. Затем депутаты сразу в двух чтениях приняли базовый закон о почетном звании заслуженный работник культуры Кировской области. Порядок и условия присвоения почетного звания заслуженной работник культуры Кировской области будут утверждаться губернатором Кировской области. Предполагается, что почетное звание заслуженной работник культуры Кировской области будет присваиваться работникам организации учреждений культуры, искусства, полиграфии, печати, радио и телевидения, кинофикации, туризма, учебных заведений культуры и искусства Кировской области. На этом заседании депутаты приняли изменения в областной бюджет, суть которых озвучила на Комитете по бюджету и налогам глава Департамента финансов Кировской области. Внесение данных поправок в первую очередь связано с выделением области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 1,3 миллиарда рублей в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Предлагается увеличить также доходы по целевым средствам из федерального бюджета на сумму 69,6 миллиона рублей. Также предлагается уменьшить объем безвозмездных поступлений на сумму остатков на начало текущего года и фактически которые возвращены в федеральный бюджет на общую сумму 159,6 миллиона рублей. За счет дотации из федерального бюджета предлагается увеличить расходы в целом почти на 864 миллиона рублей. Региональный агропромышленный комплекс дополнительно получит 150 миллионов. Ресурсно-снабжающим организациям выделят 160 миллионов рублей на предоставление субсидий по возмещению части недополученных доходов. Увеличивается финансовая помощь и муниципальным образованием. Предлагается увеличить объем финансовой помощи муниципальным образованием. Из них субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности 235 миллионов рублей, субсидии на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в сумме 50 миллионов рублей, выделить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 162 миллиона рублей. В том числе в рамках дотации предлагается решить вопросы и с расчетами на топливо 50 миллионов рублей. Будет и дальше поддержана программа местных инициатив, выделены немалые средства на подготовку школ к новому учебному году. Общая финансовая картина области после внесения поправок в бюджет выглядит так. Доходы составляют почти 42 миллиарда рублей, расходы чуть выше 46 миллиардов рублей. Дефицит областного бюджета уменьшается на 255 миллионов рублей. Также принят в окончательной редакции закон о внесении изменений в закон Кировской области о реализации отдельных положений ЖК РФ в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области. И в закон Кировской области о фонде капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области. Данный законопроект принят в первом чтении на заседании законового собрания 10 июня 2014 года. К нему поступили поправки временно исполняющей обязанности губернатора Кировской области. Данные поправки рассмотрены на рабочей группе и на профильном комитете. По итогам рассмотрения на профильном комитете часть поправок рекомендована к отклонению, а часть одобрена. Профильным комитетом законопроект рекомендован принятие во втором окончательном чтении с учетом одобренных комитетом поправок. Приняв эти законы, в окончательной редакции депутаты передали полномочия по установлению минимального размера взноса на капремонт от областного законодательного собрания правительства области. Не забыли законодатели и о вятских садоводах. Позволит гражданам, которым были предоставлены земельные участки для ведения садоводства, в размерах менее четырех соток еще в советское время получить и оформить их в собственность. Всего в окончательной редакции было принято 11 региональных законов. В первом чтении вятские законодатели одобрили 6 законопроектов. Например, депутатами предлагается внести поправки в закон Кировской области об общественной палате. Было разработано несколько вариантов законопроектов, все они получили обсуждение и на ваше рассмотрение представляется тот законопроект, который нашел единое понимание, единую поддержку как у всех депутатов, так и у всех членов и участников рабочей группы. Эти изменения предполагают новый порядок формирования общественной палаты, основанный на равном представительстве членов палаты от губернатора области, законодательного собрания, общественных объединений, зарегистрированных на территории Кировской области. Также в первом чтении были приняты поправки в законы Кировской области о регулировании градостроительной деятельности и об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Кировской области. Данные изменения направлены на наведение порядка строительства в границах уже существующей застройки и сохранение исторического облика вятских городов. Законодательному собранию Кировской области предоставляются полномочия включения в перечень частей исторических поселений населенных пунктов, либо всех муниципалитетов в перечень исторических поселений. Соответственно, и установление предмета охраны. Предметом охраны по федеральному законодательству могут быть определенные памятники архитектурного значения, архитектурно-планировочные решения городов, такие, например, как овраг засоры, высотные доминанты и так далее. Вот полномочия по установлению, по включению территорий в перечень исторических поселений и установлению предмета охраны в них, как раз предлагается наделить законодательное собрание Кировской области. В первом чтении была принята законодательная инициатива депутата Михаила Конышева. Закон Кировской области о дополнительных случаях установления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального местного значения в границах населенных пунктов Кировской области разработан в целях повышения безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности автомобильных дорог. Проектом предусматривается установление временных ограничений или прекращение движения транспорта во время проведения публичных массовых культурных мероприятий или строительства, реконструкции, капитального ремонта, инженерных коммуникаций в границах полос отвода автодорог. На последнем заседании весенней сессии депутаты поддержали законотворческую инициативу своих коллег из Юльянской думы и приняли в первом чтении поправки в закон Кировской области об административной ответственности, которые увеличивают штрафы для нарушителей общественного спокойствия, дебоширов и нерадивых хозяев собак и кошек. В конце заседания постоянный представитель правительства в законодательном собрании, заместитель председателя правительства Александр Галецкий дал высокую оценку работы законодательного собрания за первое полугодие 2014 года. В этом году были приняты очень важные законопроекты, которые направлены на улучшение качества жизни наших жителей, на дальнейшее социально-экономическое развитие Кировской области. Конечно, как представитель правительства в законодательном собрании, я отлично понимаю, может быть лучше, чем многие другие мои коллеги, как непросто проходят эти вопросы. Конечно, в законодательном собрании у депутатов есть и свои личные мнения, и фракционные мнения. Но честно скажу, что мы одобряем то, что разгораются дискуссии, то, что вопросы решаются с учетом обсуждения, с высказанных мнений. Наверное, только так и должно быть, только так истина и появляется. Закрывая весеннюю сессию, председатель законодательного собрания Алексей Ивонин поблагодарил всех депутатов за активную работу в первом полугодии. Он сообщил, что все самые важные из запланированных к принятию законов приняты. Проведение следующего пленарного заседания законодательного собрания Кировской области запланировано ориентировочно на 25 сентября.